Организация проектно-исследовательской деятельности, обучающихся в рамках реализации в ГОС. 1. Образовательные стандарты нового поколения и проектная технология. Формирование любых личностных новообразований, умений, способностей, личностных качеств возможно лишь в деятельности. Выгодский советский психолог. Государственная политика в области образования реализуется через стандарты. Образовательные стандарты разных поколений отражают изменяющиеся требования общества к выпускнику школы. Действующий стандарт образования задает педагогической практике системно-деятельностный подход. Этот подход ориентирован на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы – группы универсальных учебных действий. Организация учебно-исследовательской деятельности относится к наиболее эффективным способам построения образования, направленного на развитие активной личности, успешной в постоянно изменяющихся условиях жизни. ВГОС устанавливает стандарты образованного человека XXI века и тем самым определяет идеологию, содержание, организационные формы и технологические инструментарии для всей системы образования. Главный результат перехода на ВГОС будет состоять в том, что целью обучения уже не является только усвоение знаний, умений, навыков. Теперь цель обучения определяется так – формирование умения учиться. В современной образовательной системе учение больше не рассматривается как простая трансляция знаний от педагога к обучающимся. Обучение выступает как сотрудничество, совместная работа учителя и учеников в ходе овладения обучающимися знаниями и приобретения опыта решения проблем. Активная позиция ребенка в учении приводит к изменению представления о характере взаимодействия ученика с педагогом и одноклассниками. В соответствии с новыми образовательными стандартами изменились требования к результатам освоения всех учебных предметов. ВГОС содержит требования к личностным, предметным и метапредметным результатам изучения предмета. Личностные результаты предполагают формирование сознательной личности, обладающей целостным мировоззрением, способностью к самообучению и саморазвитию, проявляющей уважение к другим людям и их мнению, а также соблюдающей нормы, правила и принципы социума, в котором данная личность существует. Предметные результаты отражены в примерной образовательной программе. Они предполагают формирование определенных навыков, умений, знаний и компетенций в различных областях, которые должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. Метапредметные результаты подразумевают формирование прежде всего способностей к самостоятельной организации дальнейшего образовательного развития ребенка. Существует несколько подходов к пониманию метапредметных образовательных результатов. Сторонники первого подхода выделяют отдельные метапредметы, то есть нетрадиционные учебные предметы, выстраиваемые вокруг определенной мыслительной организованности, знак, знание, задача, проблема, и разрабатывают специальные технологии их преподавания. Сторонники второго подхода – Осмолов, Бурменская, Воровщиков и другие – рассматривают метапредметный подход как комплексный подход к формированию межпредметных результатов образования, то есть как реализацию метапредметного межпредметного обучения в ходе изучения обычных школьных предметов. Именно на идеях Осмолова, сторонников второго подхода, основано содержащиеся во ВГОС понимание метапредметной деятельности как универсальной учебной деятельности. Анализ новых тенденций в современном образовательном процессе позволяет говорить об изменении общей парадигмы образования, что проявляется в переходе. От определения цели обучения как усвоения ЗУНов к пониманию цели обучения как формирования умения учиться, что в свою очередь предполагает формирование способности получать и обновлять знания, приобретать и совершенствовать разнообразные компетентности. От стерильности системы научных понятий, составляющих содержание учебного предмета, к экологической парадигме включения содержания и обучения в контекст решения жизненных задач. От стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее направленной организации. От ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов понимания образования как процесса смысла порождения. От индивидуальной формы усвоения знаний к признанию ведущей роли учебного сотрудничества. Все перечисленное определяет не только целевую направленность и формат содержания каждого урока, но и тематическую широту и целевой спектр учебного и социального проектирования детей, позволяет сформулировать направление проектной деятельности для различных возрастных групп школьников. Разумеется, учебное проектирование не является чем-то новым ни в дидактике, ни в школьной практике. Однако нынешнее активное вовлечение школьников в учебно-проектную деятельность связано как раз с переходом образовательных организаций на стандарты нового поколения. Сегодня в учительском сообществе все больше признание получает положение о том, что в основе успешности обучения лежат как раз универсальные учебные действия, которые имеют приоритет над узкопредметными знаниями и умениями. В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленные на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориентированное обучение. Учение, направленное на решение проблем, задач и проектной формы организации обучения. Второе. Особенности и функции проектной и следовательской деятельности обучающихся. В зависимости от характера учебной деятельности обучающихся, условно можно выделить следующие модели образования. Первое. Классическое, традиционное обучение. Эта модель направлена на формирование знаний и репродуктивных умений обучающихся. Результаты такого подхода, как правило, невысокие. У этой модели обучения нет будущего. Она постепенно исчезнет, а сохраняется в настоящее время в профессиональной деятельности педагогов, которые не хотят или не могут осваивать прогрессивные педагогические технологии и современные методики. Второе. Развивающее обучение. Оно предполагает выполнение обучающимися творческих заданий различных видов. Эта модель обучения направлена на развитие у детей психологических качеств, внимания, мышления, памяти, воображения, речи. Но и в этих образовательных системах есть проблемы, главные из которых – недостаточное развитие у обучающихся стратегических учебных умений, постановки учебных задач, планирование собственной деятельности, выбора задания урока, самостоятельного изучения темы, самоанализа и самооценки результатов работы. Третье. Педагогика сотрудничества. Основополагающая идея этой модели обучения детей и подростков методом и формам самообразования в процессе выполнения творческих заданий. Главное внимание уделяется развитию нравственных качеств личности и творческих способностей за счет дифференцированного и лично-сно-ориентированного подхода с учетом интересов, способностей и возможностей каждого учащегося. Важнейшие условия эффективности учебного процесса – воспитание познавательного интереса у школьников. Интерес положительно влияет на все психические процессы и функции, но особенно велика его связь с непроизвольным вниманием. Огромное влияние оказывает интерес на развитие памяти, так как интересный материал запоминается ребенком легко, быстро и прочно. Развитие познавательного интереса, воспитание, потребности к умственному труду способствует такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера. Проблема – невозможность в конкретный момент решить задачу интеллектуального или практического плана. Этот конкретный момент называется проблемной ситуацией и характеризуется появлением у человека такого психического состояния, которое называется познавательной потребностью. А познавательная потребность есть не что иное, как условия для возникновения мышления. В процессе решения проблемы педагогу необходимо побуждать детей ставить задачи, планировать действия, самостоятельно определять предмет исследования, искать наиболее оптимальные варианты для решения той или иной задачи. Педагогу необходимо организовывать ситуации, активизирующие самостоятельность обучающихся, учить устанавливать причинно-следственные связи, проводить самоанализ и самооценку полученных результатов, подводить их к определенным выводам и умозаключениям. Это способствует развитию познавательного интереса, гибкости и полифоничности мышления. Нарабатывается алгоритм действий, который закрепляется в сознании как личностный опыт. Метод проектного обучения поможет педагогу в решении этих непростых задач, потому что он относится к личностно-ориентированным технологиям, обеспечивающим проблемное обучение и системно-деятельностный подход. Проектная деятельность обеспечивает обучающимся самостоятельность и относительную свободу действий, предоставляет возможность реализовывать свои творческие замыслы. Использование проектной деятельности в педагогической практике позволяет целенаправленно решать задачи индивидуально ориентированного образования. Проектное обучение рассматривается как дидактическая система. Метод проектов является компонентом системы, как педагогическая технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и применение актуализированных знаний, приобретение новых. О проектном обучении можно говорить только тогда, когда метод проектов является основным в процессе обучения, а остальные методы являются вспомогательными. Уже с начальной школы, согласно в госпедагогам, необходимо выстраивать систему проектного обучения. Проектная деятельность обучающихся – компонент проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением потребностей учащихся посредством проектирования и создания идеального или материального продукта, обладающего объективной или субъективной новизной. Она представляет собой творческую работу по решению практической задачи, цели и содержания, которые определяются учащимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и практической реализации при участии учителя. Педагогические задачи, решаемые в процессе проектной деятельности учащихся, учат применять базовые знания и умения, усвоенные на учебных занятиях, для поиска и решения социальных, семейных, личных проблем. Стимулирует самостоятельную познавательную деятельность детей, стирает грани между школьными дисциплинами, тем самым приближает учебный процесс к реальной жизни. Привлекает детей к социальной деятельности, которая обеспечивает формирование различных качеств профессиональных интересов. Проектная деятельность успешно сочетается с исследовательской деятельностью. Реализация исследовательского метода обучения обеспечивает выработку новых знаний. Отличительная особенность исследования от проектирования прослеживается в том, что исследование не предполагает создание какого-либо планируемого объекта, модели или прототипа. Результат проекта всегда известен заблаговременно, а результат исследования неизвестен. К общим характеристикам исследовательской и проектной деятельности следует отнести характеристики организационно-управленческого плана, цели полагания, формулировку задач, которые следует решить, выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, планирование, определение последовательности и сроков работ, собственно проведение проектных работ или исследование, оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования, представление результатов. Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность учащихся, которая связана с решением разного рода задач. Решение заранее неизвестно. Исследовательская деятельность состоит из основных этапов, которые характерны для исследования в научной сфере – постановку проблемы, изучения теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение. Научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно в какой области или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормы ее проведения. Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования, выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексии результатов деятельности. Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в большой науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развития способностей к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, то есть самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностнозначимыми для конкретного учащегося. Особенности организации проектной деятельности учащихся Буквальное значение слова «проект» – брошенный вперед. В последние годы невероятно возросла частность его употребления. Систематически осуществляются новые проекты в политической, экономической и социальной сферах. Повсеместно проводятся конкурсы проектов в самых разных областях жизни. Метод проектов находит широкое применение в деле воспитания и обучения подрастающих поколений. Психологическая наука рассматривает человека в трех аспектах – как индивида, как личность и как субъекта. Индивидные качества обычно определяются природой и генетикой – рост, вес, качество зрения, тип восприятия, информации и т.д. Личностные качества проявляются в отношении к миру и его содержимому – предметам, явлениям, людям, социальному окружению. Человек как личность ко всему подходит со своей меркой. А вот субъективные качества проявляются в деятельности, в активном преобразовании – всего того, что окружает человека. Вещей, явлений, отношений с родными и близкими людьми. Традиционное российское образование, принципы организации которого формировались в течение ряда последних десятилетий, целенаправленно способствовало проявлению школьниками активности восприятия, малого внимания уделяя становлению и развитию активности преобразования. В результате широкие знания, позволяющие нашим учащимся успешно отгадывать кроссворды, побеждать в конкурсах, викторинах, нередко оказывались бесполезными при решении рутинных жизненных проблем. Именно поэтому главной целью современного школьного образования стало повышение компетентности личности в социуме. А социальные навыки становятся важнейшим фактором успешности и состоятельности личности в жизни. Все эти качества присущи человеку-индивиду, воспитать которого можно только в деятельности. Компетентность личности – это ее способность интегрировать внутренние и внешние ресурсы для достижения успеха и решения жизненных проблем – житейских, профессиональных, интимно-личностных и других. Современное образование не просто должно обеспечить личность набором предметных знаний, умений и навыков, но и должно способствовать развитию адапционных механизмов. Учение должно быть действенным, практичным, прагматичным, помогающим выпускникам образовательных учреждений успешно жить в обществе. Образование должно способствовать личностному росту человека на протяжении всей его жизни. Именно поэтому в основу реализации стандартов второго поколения положен деятельностный подход. Сущность деятельностного подхода в психологии заключается в том, что развитие личности рассматривается в деятельности и через деятельность. Главная задача педагога на современном этапе состоит не в передаче готовых учебных знаний, а организация познавательной деятельности, в процессе которой обучающиеся должны самостоятельно научиться получать знания. Обучение должно быть организовано не только на примерах, эталонах, но и на ошибках. Компетентно сконструированная и выверенная по законам дидактики учебная ошибка создает на уроке проблемную ситуацию, а необходимость разрешения проблемы побуждает обучающихся к активным действиям. При переходе на образовательные стандарты второго поколения акцент делается не просто на деятельности, а на активности самого субъекта в этой деятельности, результатом которого являются те смысловые и ценностные новообразования, которые обеспечивают становление человека именно как субъекта собственной жизнедеятельности. Деятельностный подход в реализации образовательных стандартов второго поколения нацеливает педагога на поиск и стимулирование внутриличностного развития учащихся, на запуск механизмов самоизменения, саморазвития личности школьника, определяющихся выбором ценностей и смыслов. Такие изменения возможны только при условии реальной свободы учащихся. Для этого учащийся должен иметь возможность свободного выбора деятельности из различных вариантов. Есть много путей, которыми можно прийти к результату. Сам планировать, проектировать и организовывать деятельность, которая ему интересна, значимость и полезность, которые он осознает. Это означает, что образование должно дать школьникам опыт разрешения противоречий, алгоритмы и средства, опыт сотрудничества и совместной деятельности, включая ее организацию, способы субординации и координации, распределение ролей, опыт самоанализа своих потребностей и способностей. К сегодняшнему дню пересмотрены многие методологические основания классической дидактики, подвергнута сомнению главенствующая роль учителя в обучении. Привычным стало понимание образования как самопостроение человека. Воспитание теперь рассматривается не как жестко спланированный процесс, включающий комплекс воздействий на воспитуме его, а как естественный результат общения учащихся между собой и с педагогами, создающими условия для проявления позитивно направленной активности детей и т.д. Образование больше не трактуется как линейно-учебно-воспитательный процесс, а основная задача педагогов состоит в создании информационной образовательной среды, где ребенок сможет раскрыть свои творческие способности, развить их, а также сформировать необходимые социальные навыки. В таком образовательном учреждении востребованы именно метод проектов, а вместе с ним и другие активные методы обучения. Именно такие методы становятся фундаментом современных образовательных технологий. В начале 20-го столетия возник метод проектов. Джон Дьюи, философ и педагог, проанализировал разнообразные образовательные системы, после чего он пришел к выводу, что все исследуемые образовательные системы рассчитаны на сообщения учащимися огромного количества фактической информации без обучения средствам ее использования. На занятиях педагоги транслировали обучающимся опыт прошлых времен. Они готовили к встрече с проблемами в будущем. В результате чего дети копили багаж знаний, который был подобен чемодану без ручки. Носить с собой неудобно, а выбросить жалко. Взамен существующей системы образования Дьюи предложил такую, целью которой было обучение методом решения проблем. Метод проектов или метод проблем предусматривает наличие проблемы, требующей исследования. А содержание школьного образования буквально напичкано вопросами и проблемами. Надо лишь вывести их на поверхность. Так что проект – это определенным образом организованная поисковая исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного практического вывода, но организацию процесса достижения этого результата. Проектная деятельность предполагает использование системы приемов в познавательной деятельности учащихся для достижения определенной цели. В основе метода проектов лежит та или иная продуктивная идея, составляющая суть понятия «проект» и определяющая его прагматическую направленность на результат. Ключевым является не только слово «проект» – «бросок в будущее», но и слово «метод», «путь», «способ исследования». Метод – это совокупность приемов, последовательность операций по изучению определенной области практического или теоретического знания о владении той или иной деятельностью. Наличие метода обеспечивает развитие познавательных способностей учащихся, формирование умений самостоятельно конструировать свои знания, способность ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Родился метод проектов из идеи свободного воспитания, и сейчас это интегрированный, вполне разработанный и подробно структурированный компонент системы образования, имеющий все основные признаки педагогической технологии. Учебный проект является особой разновидностью проблемно-поискового метода обучения. Он предполагает специфическую организационную форму. Учебные исследования, проводимые в классе и во внеурочное время одним учеником, группой учащихся или даже всем классом, на основе той или иной учебной технологии, как правило, это технологии, осуществляемые на основе системно-деятельностного подхода. Метод проектов призван стимулировать интерес учеников к решению конкретной проблемы или исследованию какого-либо объекта, что предполагает свободное владение необходимой суммы знаний, помогающих достижению цели. Проектная деятельность всегда предполагает наличие возможности для практического применения полученных знаний. При этом важно иметь в виду, что необходимая сумма знаний может быть сформирована именно в процессе работы над проектом. Такие знания, в отличие от пресловутого багажа знаний, становятся чрезвычайно важными и актуальными. Их получение мотивировано насущной необходимостью. В ходе проектной деятельности ученики приобретают знания избирательно. Интенсивное восполнение недостающих знаний в ходе выполнения проекта обеспечивается потому, что ученику становится ясно, каких именно знаний ему не хватает. То есть это уже не знание про запас, а знание для дела, которое совершается здесь и сейчас. Такое дело всегда осмысленно и целесообразно. Метод проектов позволяет разумно сбалансировать академические знания и практические умения. Его ведущий принцип – это движение от теории к практике. Одна лишь сумма знаний недостаточно для ребенка, выпускающегося из школы в постиндустриальный мир, обильно насыщенной информацией, пользоваться которой поможет именно сформированное участием в самых разных проектах рефлекторное и аналитическое мышление. Школьнику важно научиться жить и работать в изменчивом мире, где постоянно обновляются большие блоки информации и необходимо вовремя оценить ее значимость, проанализировать и использовать в своих целях. Это и есть современная технология исследовательской деятельности и творческой работы – то, к чему следует подготовить ребенка еще до школы и чему необходимо обучить его в школе. В ходе учебно-проектной деятельности развивается аналитическое мышление ребенка, которое, как считал Джон Дьюи, выражается в вечном поиске фактов, их анализе, размышления над их истинностью, логическим их выстраиванием для познания нового, для выхода из сомнения или аргументации рассуждения. В нашем насыщенном информации мире это становится достаточно актуальным. Именно с такой, ориентированной на формирование мыслящей личности целью на основе идей гуманистического направления, философии, образования Джоном Дьюи и его учеником, Килл Патриком и был разработан метод проблем – проектов. Метод проектов – это такая форма организации образовательной деятельности учащихся, которая строится на основе совместно разрабатываемого и реализуемого плана решения какой-либо проблемы, исследования того или иного объекта – материального, идеального, эстетического и других, или создания нового общественно-образовательного института, музея, клуба, кружка и тому подобного. Организация фестиваля-конкурса, предметные олимпиады, подготовка и проведение шефского концерта для ветеранов, детей с ограниченными возможностями или просто для малышей – все это не что иное, как проекты. Современные образовательные организации, образовательная программа, которая соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, в ГОС, ребенок учится посредством двух видов деятельности – учебно-познавательной и проектной. При организации учебной деятельности предполагается, что учащийся работает с учебным содержанием на строго определенном материале под прямым руководством учителя. В проектной деятельности учащиеся при поддержке педагога сами ставят конкретные задачи и подбирают средства для их решения. При этом мерилом успешности проекта является его продукт. В дидактике имеются различные классификации учебных проектов. Существует много критериев для составления и их типологии. Проекты могут классифицироваться по количеству участников и своей продолжительности. Выбирать тот или иной тип проекта следует исходя из специфики предмета, интересов и способностей учеников. В ходе работы над проектом любого типа обычно наблюдается актуализация целого комплекса вспомогательных знаний – межпредметных, межнаучных, историко-научных, оценочных и других. Проекты могут классифицироваться по следующим критериям. Первые доминирующие в проекте деятельность – исследовательский, поисковый, творческий, ролевой, прикладной, ознакомительно-ориентировочный проект. Второе – предметно-содержательная область. Проект может быть монопредметным, межпредметным и надпредметным. Или внепредметным. Межпредметные учебные проекты могут играть интегрирующую роль в современной школе, стремящейся преодолеть традиционную дробность и обрывочность содержания образования, формирующего у школьников мозаичную картину мира. Третье – характер осуществления учителем координации проекта. Непосредственный, жесткий, гибкий, скрытый, неявный, имитирующий участника проекта, что характерно для телекоммуникационных проектов, когда проектировщики находятся на достаточном расстоянии друг от друга. Четвертый – характер контактов между проектировщиками. Среди участников из одного класса, одной школы, города, региона, страны, разных стран мира. Естественное вовлечение ребенка в активный познавательный и творческий процесс – главная идея метода проектов. Активизация познавательной деятельности способствует развитию словесно-логического, наглядно-образного и наглядно-действенного видов мышления. Много внимания изучению зарубежного опыта в разработке отечественных версий, метода проектов как педагогической технологии, уделили отечественные ученые Палат и Гузеев. Палат выделяет следующие требования к использованию метода проектов. Первое – наличие значимой в исследовательском творческом плане задачи, требующей интегрированного знания и исследовательского поиска для ее решения. Второе – практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. Третье – самостоятельная, индивидуальная, парная, групповая деятельность учащихся. Четвертое – структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов. Пятое – использование исследовательских методов. Тематическая направленность учебного проекта должна быть достаточно прагматичной, то есть знания, получаемые на выходе из проектной деятельности, должны быть актуальными для школьника. Модель организации проектной деятельности Гузеева имеет следующий этап. Первое – постановка цели, выявление проблемы, противоречия, формулировка задач. Второе – обсуждение возможных вариантов исследования, их сравнение, выбор. Третье – самообразование проектировщиков, актуализация знаний при консультативной помощи учителя. Четвертое – продумывание хода деятельности, распределение обязанностей. Пятое – исследование. Шестое – обработка результатов и выводы. Седьмое – анализ успехов и ошибок. По отношению к исполнителю учащемуся, работа над проектом, как правило, проходит по следующим этапам. Мотивация, формирование интереса, целеполагание, ориентация, предварительная проработка темы проекта и собственных возможностей в плане его выполнения. Планирование этапов проекта, сбор данных, предварительная обработка материала, выбор основных алгоритмов окончательной обработки материала, выполнение содержательной части проекта, рефлексия, оценка, коррекция. Проектная деятельность начинается с мотивации. Если ученик в предложенном педагогом тематическом перечне возможных проектов обнаружил такую формулировку, которая его заинтересовала, зацепила, значит мотивация состоялась. Главное условие мотивации – наличие интересной, занимательной для ученика познавательной темы проекта. Основана проектная работа на сотрудничестве, в первую очередь с педагогом. Реализация проекта всегда ведет к изменению ролевой функции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной и следовательской деятельности своих учеников. Задача педагога – грамотно сориентировать учащихся на разнообразные виды самостоятельной работы, разные варианты деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Начинать проект следует с выбора и формулирования его темы. Ориентировки на тип проекта и количество участников с учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важны исследовать в рамках намеченной тематики и которые затем выдвигаются самими учениками. С подачи учителя, с помощью наводящих вопросов, создания ситуации, способствующих определению этих проблем, использования видеоряда и тому подобное. Здесь будет уместная и мозговая атака с последующим коллективным обсуждением. Привлечение учеников к обсуждению, содержание предстоящей учебной проектной работы, также выполняет мотивирующую и мобилизующую роль. На следующем этапе происходит распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиск информации, выдвижение творческих решений. Затем следует самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым исследовательским задачам. Этот этап включает в себя в промежуточное обсуждение полученных данных в группах, на уроках или занятиях, в научном обществе, в групповой работе, в библиотеке, медиатеке и прочее. Представление проделанной работы осуществляется на этапе защиты проектов. Завершающий этап проектной деятельности – коллективное обсуждение, экспертиза, получение результатов внешней оценки, делаются выводы. Грамотно выстроенный и справедливо оцененный учебный проект стимулирует всякую учебную деятельность самих учеников. Потому что учебное проектирование, как считает Гузеев, отличается тем, что оно личностно ориентировано, допускает использование множества дидактических подходов, самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности учащихся в работу по мере ее выполнения, поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех уровнях, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретной ситуации, приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего труда. Специалисты из стран, имеющие обширный опыт проектного обучения, считают, что его можно и следует использовать как дополнение к другим видам прямого или косвенного обучения, как средство ускорения роста школьников и в личностном смысле, и в академическом плане. В течение года могут быть проведены 2-3 крупных проекта по одному учебному предмету, каждый из них займет приблизительно от 3 до 6 уроков. Очень важно, что учебные темы, выбранные для проектирования, всегда будут проработаны гораздо глубже и основательней, чем темы изучения которых проходила на обычных уроках. Это, считает Гузеев, увеличивает творческий потенциал, гуманитарную составляющую технологий, так как основное отличие гуманитарных систем – наличие вероятностных моделей, оперирование неопределенностями и существование в их среде. 4. Организация исследовательской деятельности учащихся. Важность включения в обучение учащихся исследовательской деятельности подчеркивалась многими учеными и педагогами – Пистолоции, Руссо, Новиков, Ушинский, Коптерев, Сухомлинский, Бабанский, Скаткин, Лернер, Савенков, Леонтович, Обухов. Оторжена эта позиция и в федеральных государственных образовательных стандартов. Именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих цели обучения. Знание не передается в готовом виде, а строится самими учащимися в процессе познавательной исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность учащегося – это деятельность, которая направлена на получение, переработку, хранение, использование и передачу информации. Информация необходима для получения новых знаний и развития личностных характеристик, которые способствуют продолжению образования учащихся. Главным средством исследовательской деятельности выступает учебное исследование. Исследование называется учебным, потому что в отличие от подлинного исследования имеет своим результатом не объективно новое знание, а изменение, которое происходит в обучающемся. Поэтому исследовательская деятельность относится к образовательным технологиям, позволяющим эффективно достигать личностных и метапредметных результатов. В работе над исследовательскими проектами и проектами других видов используются разные методы самостоятельной, познавательной деятельности учащихся. Среди таких методов – исследовательский метод. Исследовательский метод – метод исследовательских проектов. Основан на развитии умения осваивать окружающий мир на базе научной методологии, что является одной из важнейших задач общего образования. Учебный и исследовательский проект структурируются в соответствии с устоявшимися в науке подходом. Определение цели исследовательской деятельности, выдвижение проблемы исследования по результатам анализа исходного материала, формулирование гипотезы о возможных способах решения поставленной проблемы и результатах предстоящего исследования, уточнение выявленных проблем и выбор процедуры сбора и обработки необходимых данных, сбор информации, ее обработка и анализ полученных результатов, подготовка, отчеты и обсуждение возможного применения полученных результатов. Цель исследования – это представление о результатах изучения объекта, который отражает механизмы и способы решения исследуемой проблемы. Ожидаемые результаты могут быть теоретическими – идея, подход, тенденции, классификация и другие. И практическими – программа, технические средства, книга и другие. Формулировка цели отражает направленность исследования. Движение к цели и к результату планируется по этапам и описывается в задачах исследования. Задачи – это промежуточные цели, которые необходимо достичь исследователю для реализации общей цели. Достижение цели требует решения серии взаимосвязанных задач. При формировании целей и задач педагог и учащийся могут использовать следующие слова. Каждая исследовательская задача может быть решена только при условии соответствующего метода исследования. Совокупность методов и приемов исследования, определяющих порядок их применения и интерпретации полученных результатов, образуют методику исследования. Выбор исследовательской методики полностью обусловлен целевой направленностью исследовательской деятельности учащегося. Очень важно формировать у обучающихся представления о специфике доступных их возрасту методов и методик исследования в разных науках. Методы исследования – это способы познания объективной реальности, способ достижения поставленной цели. Методы исследования подразделяются на теоретические, эмпирические и вспомогательные. Теоретические методы – теоретический анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, индукция и дедукция, метод моделирования. Эмпирические методы – наблюдение, исследовательская беседа, опросные методы, анкетирование, интервьюирование, тестирование, социометрия, эксперимент, опытная работа. Вспомогательные методы – статические и математические интерпретации результатов исследования. В педагогической практике распространено деление методов исследования на количественные и качественные. Количественные методы позволяют обработать полученные в процессе исследования данные количественно и оформить в виде таблиц, графиков, диаграмм. Качественные методы позволяют понять уникальное человеческое поведение и причины, которые его вызвали. Качественные исследования сосредоточены на изучении смысла, выявлении своеобразия поведения. Они фокусируются на проявление реальной жизни. Примеры качественных исследований. Качественный анализ текста. Смыслы извлекаются на основе анализа документов. Феноменография. Описание феномена на основе анализа суждения человека, его представлений, взглядов, мыслей и т.п. Нарративный анализ. Нарратив – это повествование. Цель исследования достигается на основе выслушивания и анализа повествования людей. Этнографическое исследование. Изучение быта, культуры разных народов. На основе анализа смыслов, артефактов и другие методы. Задачи исследования формулируются после определения цели и гипотезы исследования. Наибольшую трудность вызывает формулирование гипотезы. Руководителю проекта важно знать, что гипотеза исследования – это научное предположение, истинность которого неочевидна и требует проверки на опыте и доказательств. Гипотеза выдвигается для решения какой-либо конкретной проблемы. Чаще всего функция гипотезы – объяснение новых экспериментальных данных или устранение противоречия теории с отрицательными результатами экспериментов. Для того, чтобы быть обоснованной, гипотеза должна соответствовать определенным условиям. Первым условием является логическая и теоретическая обоснованность, соответствие гипотезы фактическому материалу, на базе которого и для объяснения которого она выдвигается. Гипотеза должна соответствовать установившимся в науке законам и теориям. Второе условие – эмпирическая проверяемость гипотезы. В принципе, гипотеза должна допускать возможность и своего подтверждения, и опровержения. Третьим условием состоятельности гипотезы является ее информативность. Предполагается, чтобы из гипотезы выводились не только те явления, для объяснения которых она специально сформулирована, но и, возможно, более широкий круг родственных им явлений. Четвертое условие – гипотеза должна предсказывать развитие событий в том процессе, который она описывает. По функциональному предназначению гипотезы подразделяются на объяснительные, предсказательные и объяснительно предсказательные. Первое служит для объяснения фактов или явлений. Функция вторых – предсказание законов, закономерностей, свойств и особенностей объектов, явлений и процессов. Третье сочетает в себе обе функции. Гипотеза – это главная идея решения. Она является основным методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования. Научная гипотеза должна отвечать следующим основным требованиям. Она не должна содержать понятия, которые не уточнены. Гипотеза должна быть проверяема при помощи стандартных методик. Основная модель для формулирования гипотезы включает следующие слова «если… то…». Имеется в виду вот что. Если мы хотим получить какой-либо эффект, результат, что-то изменить, обеспечить режим развития или, напротив, стабилизировать, то мы должны создать те или иные условия, сделать то-то и то-то, используя при этом такие-то средства, инструменты или применяя те или иные приемы и способы. По своему содержанию гипотеза делится на гипотезы информационного характера, гипотезы инструментального характера. Если в проекте планируется что-либо изменить, оптимизировать, улучшить, то потребуются гипотезы инструментального характера. В научной литературе предлагаются шаблоны для формулирования гипотезы. Первое – что-то влияет на что-то в том случае, если… Второе – предполагается, что формирование чего-либо становится действенным при каких-либо условиях. Третье – что-то будет успешным, если… Четвертое – предполагается, что применение чего-либо позволит повысить уровень чего-либо другого. Исследовательская деятельность осуществляется с учетом программы исследования. Программа исследования – это научный документ, который содержит методологическую, методическую и процедурную основы исследований. Методологическая функция программы заключается в определении научной проблемы, целей и задач исследования, фиксирования исходного представления об объекте. Методологическая функция состоит в разработке общего логического плана исследования, на основе которого осуществляется его цикл. Теория факты – теория. Показывает, как использовать методы сбора и анализа информации, позволяет разработать процедуру исследования, проводить сравнительный анализ полученных результатов аналогичных исследований. Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы разделения ролей между участниками исследования. Структура программы – методологический раздел состоит из следующих элементов. Формулировка проблемы цели задачи исследования, определение объекта и предмета исследования. Интерпретация основных понятий – предварительный системный анализ объекта исследования. Методика процедурный раздел состоит из следующих элементов – план исследования, основные процедуры сбора и анализа первичных данных. Разработка программы исследования требует практическую половину интеллектуальных затрат исследователя. При составлении программы решается проблема выбора объекта и предмета исследования. Разрабатываются конкретные методики сбора, обработки и анализа данных, проблемы достоверности информации и интерпретации данных. Программа включает в себя план исследования, который может быть в текстовом, графическом и смешанном. План должен быть четким и кратким, содержать временные сроки. Полученные в ходе исследования результаты подвергаются анализу, оценке и интерпретации. Анализ выявляет роль объективных и субъективных факторов, повлиявших на ход исследования. Оценка проводится на основании выбранных критериев и направлена на прояснение теоретической и практической значимости, степени новизны полученных результатов. Интерпретация позволяет объяснить смысл полученных выводов. Специфика учебно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении определяет многообразие формы ее организации. Формы организации исследовательской деятельности. Урок исследования, урок лаборатория, урок экспертиза, мозговой штурм. Учебный эксперимент. Основные этапы планирования и проведения эксперимента. Обработка и анализ результатов. Формулирование выводов. Домашние задания исследовательского характера. Формы организации учебно-исследовательской деятельности, учащихся на внеурочных занятиях и или в учреждениях дополнительного образования. Исследовательская практика, учебные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями программы деятельности. Факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета. Участие учащихся в работе ученического научно-исследовательского общества. Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях. Пятое. Социальное проектирование. Социальные проекты представляют собой спланированную и организованную общественную практику. Такая практика позволяет обучающимся вырабатывать различные стратегии поведения в отношении социальных проблем и явлений. То есть, включаясь в общественную практику, школьники учатся жить в социуме и взаимодействовать с другими людьми, как детьми, так и взрослыми. Социальные проекты подростков не являются отдельными эпизодами образовательного процесса, они должны быть органично включены в широкий поток учебно-познавательной и социальной деятельности школьников. Конструктивная социальная деятельность школьников – это целенаправленный процесс постижения ими реального мира и взаимодействия с этим миром. Такой процесс преследует двойную цель. Он позволяет школьникам на практике находить оптимальные и эффективные средства решения, как своих собственных, так и общественных проблем. В этом и состоит суть социализации учащихся, то есть усвоения ими духовных ценностей, образцов поведения, психологических установок, знаний и умений, позволяющих приобретать опыт взаимодействия и общения не с гипотетическим, а реальным социальным окружением. Социализация детей в образовательной организации обеспечивается средствами учебно-познавательной, проектно-исследовательской и разнообразной коллективной деятельности. Это предполагает создание условий для того, чтобы добиться следующего эффекта. Прочного усвоения каждым учащимся знания о правилах и нормах поведения в обществе, социальных ролях человека, формирования у него адекватной самооценки, самовыражения, принятия себя таким, какой есть. Добровольного и активного участия в детско-юношеских организациях и движениях, деятельности общественных объединений, школьных и внешкольных организаций. Безопасного использования позитивных, социализирующих возможностей интернета, участия в социальных опросах, сетевых олимпиадах и конкурсах, создания подростковых интернет-сообществ и тому подобное. Посильного и добровольного участия подростков в деятельности производственных творческих объединений, благотворительных и волонтерских организаций, работе по благоустройству класса, школы, села, города. Участие в разнообразных мероприятиях выездного характера, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях, художественной самодеятельности и т.д. Грамотно спланированную целенаправленную социальную деятельность следует выстраивать с целью того, что основным социальным ожиданием подростков является успешность, признание со стороны родителей и сверстников, состоятельность и самосостоятельность в реализации собственных замыслов. Социальное проектирование – особый вид деятельности подростков, по сути, являющийся ведущей деятельностью детей в возрасте 11-15 лет, в ходе которой и благодаря которой происходит их наиболее интенсивное развитие – физическое, интеллектуальное, психическое, эмоциональное. Социальное проектирование позволяет подростку решать основные задачи возраста, формировать свою «я-концепцию» и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. Под социальным проектированием принято понимать такую деятельность, которая отвечает следующим характеристикам. Это социально значимая деятельность, имеющая общественный резонанс, деятельность задуманная, продуманная и осуществленная подростком. Результатом такой деятельности является создание реального, необязательного вещественного продукта, имеющего для подростка практическое значение и качественно нового в его личном опыте. Каждый новый проект, предлагаемый ребенку в школе, должен существенно отличаться от предыдущего и качественно быть более сложным. В ходе проектной деятельности подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, взрослой культурой, социумом. Это деятельность, через которую формируются социальные умения и навыки подростка. Социальное проектирование – это не единственный вид деятельности, но оно пронизывает все другие ее виды. В ходе учебной деятельности школьника социальное проектирование можно рассматривать как мотивационный компонент, как методическую форму организации учения, потому что подростки приходят в школу не столько для учебы, сколько для общения. Часто социальное проектирование выступает для них под видом игры, лицедейства, примеривания на себя новых ролей. Неотъемлемой составляющей проектирования является межличностное общение. В совокупности все это обеспечивает накопление у подростка социального опыта. Являясь сложным системным образованием, социальное проектирование имеет определенную структуру и, соответственно, может включать в себя социальную пробу, социальную практику и, собственно, социальный проект. Под социальной пробой принято понимать особый вид социальной активности, в ходе которой подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях. Приобретает и осознает опыт своего взаимодействия с другими людьми. Цели социальной пробы. Восприятие и осознание подросткам информации о своем социальном окружении, способах взаимодействия с социумом, уровне своей социальной компетентности и эффективности собственных действий. Приобретение и осмысление качественного нового опыта социального взаимодействия. Анализ и присвоение информации о своем взаимодействии социумом. Задача социальной пробы – собрать максимум разнообразной информации о социальном явлении, социальном учреждении, социальной среде, социальных отношениях. Познакомиться с функционированием социального объекта. Проанализировать полученную информацию, провести ее верификацию, проверку на истинность. Вступить с социальным объектом в прямое взаимодействие оптимальным способом. Отрефлексировать полученный опыт. Возможные виды социальной пробы. Сбор информации о социальном объекте из открытых источников, СМИ, информационные стенды, официальный сайт объекта и другие. Прямое наблюдение. Экскурсия. Интервью с компетентным специалистом. Анкетирование агентов социального объекта. Социологическое исследование. Социальная проба предусматривает определенные этапы. Первое. Выбор темы пробы всего класса или тематики социальной пробы в соответствии с разделением учащихся на группы. Второе. Определение целей работы каждой группы или класса в целом. Третье. Формулирование перечня индивидуальных заданий. Четвертое. Составление плана сбора информации о социальном объекте. Пятое. Формирование групп для осуществления отдельных шагов социальной пробы. Шестое. Выполнение практических действий с целью получения информации о социальном объекте. Седьмой. Анализ и структурирование полученной информации в группах. Восьмое. Коллективное обсуждение итогов работы групп и класса в целом. Социальная практика. Это процесс освоения, отработки социальных умений и навыков и познания не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Продуктом социальной практики могут стать те социальные проблемы, противоречия в существовании социальных объектов, которые осознал подросток. Цель социальной практики – уточнение и переосмысление информации о социальном объекте, отработка навыков социального взаимодействия в различных ситуациях. Основное отличие социальной практики от социальной пробы заключается в степени вовлеченности подростка в социальные отношения. В ходе социальной пробы подросток, как правило, является сторонним наблюдателем, его цель – собрать информацию, которую излучает социальный объект. Социальная практика обладает эффектом интерактивности. Здесь за счет вовлеченности в реальный процесс социального взаимодействия подросток тоже получает информацию. Социальная практика всегда предполагает ситуацию реального взаимодействия учащегося и компетентного взрослого. работника того социального учреждения, которое избрано подростком в качестве объекта своей практики. При этом подросток может осуществлять какие-то шаги, характерные для данного специалиста, а может и не осуществлять их. Главным содержанием его деятельности является наблюдение за тем, какие профессиональные действия совершает взрослый. Собственных самостоятельных шагов подросток в это время не совершает. Наблюдение может рассматриваться, с одной стороны, как проявление фактического присутствия ученика в поле профессиональной деятельности взрослого, с другой, как пассивное участие подростка в самой деятельности, с третьей, как примеривание подросткам на себя целей и задач деятельности взрослого, а также принятие позиций специалиста социального объекта во взаимодействии с потребителями социальных услуг. Объектами социальной практики, как и всего социального проектирования, могут быть социальные институты и учреждения, Учреждение по оказанию муниципальных услуг, больница, станция скорой медицинской помощи, отделение пенсионного фонда, социальная среда, детская или спортивная площадка, парк, городской ландшафт, социальные отношения, отношения к детям-сиротам, к пожилым людям, к потребителям различных услуг, социальные явления, сиротство, детская беспризорность, наркомания. Социальный проект – наиболее сложный тип социального проектирования, в основе которого лежит преобразующая деятельность. Данная деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум, в ближайшем социальном окружении подростка, социально значимого продукта. Этот продукт может стать средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимое, и потребностью личности, а сама деятельность становится мостом, связывающим социум и личность. Все три названные компонента – социальная проба, практика и проект – соотносятся между собой как понятия разного объема и масштаба, а также различаются по уровню и сложности организации. Реализация социального проекта обязательно потребует включения в качестве проектных шагов отдельных элементов социальной пробы и практики. Причем для выполнения подростком социального проекта совсем не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут соседствовать как взаимодополняющие, а посредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные в зависимости от целей, содержания и характера деятельности. Таким образом, социальное проектирование – целостное комплексное явление, элементы которого содержательно, логически и структурно связаны друг с другом, хотя в то же время могут выступать и как самостоятельные модули. Социальная проба обеспечивает возможность познания социальной действительности. В ходе социальной практики осуществляется углубление пониманий и даже проблематизация того, что было познано на этапе пробы. А результатом проектной деятельности становится преобразование социального объекта и явление ситуации. Объектами преобразующей деятельности в ходе социального проектирования могут быть Социальные институты – органы власти и управления, владежная организация, подростковый клуб, школа, больница, магазин, парикмахерская и другие. Социальная среда – городской, сельский ландшафт, социальный ландшафт, пандусы, остановки, реклама, места отдыха, игровые и спортивные площадки, стадионы и т.п. Социальные явления – социальные негативы, девиантное поведение детей и подростков, курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм. Социальные отношения – отношения к старикам, к молодежи, к детям, отношения к клиенту, к потребителю, к заказчику, политическое влияние и другие. Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подросткам вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подросткам в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, которые являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а в некоторых случаях – базой, основой проектирования. Продуктивное, результативное социальное проектирование должно отвечать следующим характеристикам. Социальное проектирование – это комплексные разноплановые деятельности, объединяющие качественно разные виды работ, сбор информации, анализ, планирование и контроль деятельности проектировщиков, их прямое взаимодействие между собой и с различными людьми, как социальными работниками, так и потребителями социальных услуг. Такой вид активности обязательно предусматривает практическую деятельность, а не ее имитацию или моделирование. Социально-проектная деятельность предполагает прямую связь идеи проекта с реальной жизнью. В социально-проектной деятельности может использоваться игровой компонент, приемы драматизации. Социальное проектирование возможно только в ситуации реального интереса, абсолютной добровольности деятельности подростка. Социально-проектной деятельности присуща структурная целостность, предполагающая взаимосвязь и последовательность всех этапов. Обязательным условием ее осуществления должно стать логическое завершение и получение продукта проектной деятельности. Продукт социального проекта должен иметь качественную новизну, причем не только для самого подростка, но и для его ближайшего окружения, то есть по завершению проекта должно быть получено то, что реально отсутствует в обществе. Методика организации социального проектирования школьников восходит к идеям американского философа Дьюи, который поначалу изобретенный метод проектов назвал методом проблем. Старт социально-проектной деятельности обычно связан с обнаружением проблемы, трудностей, какого-либо дискомфорта в том, что окружает человека, с чем связана повседневная жизнь, выявлением отсутствием чего-то, что могло бы повысить качество этой жизни. Возможны цели реализации социального проекта, получение и осознание опыта социально значимой деятельности, разрешение конкретной социальной проблемы за счет собственной активности подростков в совместной деятельности с взрослыми и специалистами социальных служб. Примерная структура социального проекта, его этапы. Первое. Выявление трудностей и социальных проблем, актуальных для класса и для отдельных групп учащихся. Второе. Выбор. Тема проекта. Если единую проблему не удалось установить, тогда можно запустить сразу несколько проектов. Системный принцип. Третье. Формулирование гипотез. Четвертое. Разработка плана. Планов действий. Пятое. Определение точек самостоятельности и точек сотрудничества по каждой проблеме и, соответственно, теме того или иного проекта. Шестое. Формирование групп проектировщиков. Седьмое. Этап практических действий. Восьмое. Оформление результатов. Девятое. Презентация проекта. Проектов. Обсуждение. Выводы. Социальный проект может выполняться на основе достаточно жесткого алгоритма действий, но при этом будет отсутствовать определенные последовательные шагов. Инвариантность, универсальные алгоритмы и в то же время наличие различных версий, способов перехода к следующему проектному шагу – все это характерно для проектной деятельности. Эффектные определенности, создаваемые педагогом, необходимы для создания ситуации поиска различных путей и реализации в самостоятельности для всех участников проекта. Данный прием позволяет обеспечить выбор наиболее оптимальных шагов на различных этапах социально-проектной деятельности школьников. Шестое. Организация проектно-исследовательской деятельности на основе интернета. Веб-квест является особым видом проектирования ученического исследования на основе ресурсов интернета. Можно полностью организовать учебно-исследовательскую деятельность на основе веб-квеста или использовать его в качестве мотивирующего стимула для проведения исследования в традиционной форме. Веб-квест – проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. Он представляет собой проект, основанный на поиске информации в интернете. Это сценарий организации проектно-исследовательской деятельности по любому предмету. Веб-квест позволяет сформировать положительные эмоциональные отношения к процессу познания, повышать мотивацию обучения, качество усвоения знаний по изучаемому предмету, развивать творческий потенциал школьников, формировать универсальные учебные действия, организовать учебно-исследовательскую деятельность в нетрадиционной форме, реализовать принцип межпредметных связей в обучении, позволяет каждому участнику, несмотря на командную работу, выбирать для себя удобный индивидуальный темп и стиль, развивать навыки информационной деятельности человека, формировать навыки работы в команде, планирование, распределение функций, взаимопомощь, контроль, развивать исследовательскую позицию обучающихся на основе активных методов обучения. Иными словами, веб-квест – это специальным образом организованный вид самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой школьники осуществляют поиск информации в сети интернет по указанным адресам. В результате специальным образом организованные веб-страницы и заданного маршрута педагог создает условия для эффективного использования обучающимися найденной в сети информации. Важно, что для обучающихся веб-квест выступает как некое познавательное приключение. Главные компоненты любого веб-квеста – проблема, вызывающая желание ее решить. Поиск информации по проблеме осуществляется в интернете по заранее подобранным педагогам ссылкам, группам и учащихся, каждый из которых имеет четко определенную роль и вносит вклад в решение общей проблемы в соответствии со своей ролью. Решение проблемы достигается путем введения переговоров и достижения согласия всеми участниками исследовательского проекта. Организация педагогам учебно-исследовательской деятельности, обучающихся при помощи веб-квеста, строится в определенной логике. Основные этапы работы с веб-квестом. Начальный этап. На данном этапе осуществляется погружение в проблемы будущего исследования путем знакомства всего класса с общими сведениями по изучаемой теме. Педагог на данном этапе отбирает ресурсы, сети интернет и классифицирует их так, чтобы каждая группа ознакомилась лишь с одним проблемным аспектом темы. Данный этап характеризуется образованием групп и распределением ролей. В процессе начального этапа происходит демонстрация педагогам трех примеров, выполненных ранее учащимися проекту. Один из которых образцовый, второй приемлемый и третий неприемлемый. Данные действия педагога помогут установить стандарты, которые нужно достичь. Ролевой этап. На данном этапе осуществляется индивидуальная работа в команде на общий результат. Обучающиеся конструируют новое знание, а не получают его в готовом виде от педагога. Для этого они выполняют следующие действия. Пробуют самостоятельно понять и проанализировать проблему, формулируют неясные для себя моменты, задают друг другу вопросы, слушают мнения и вопросы других, отстаивают собственную точку зрения, прислушиваются к аргументам одноклассников. На данном этапе происходит взаимное обучение членов команды умением работы с компьютерными программами и интернетом. Выбирается форма представления продукта, результата коллективной деятельности, устное выступление, создание веб-страницы, комиксов, презентации, видеоролик и другие формы. И распределение между участниками группы ответственности при защите итогового результата. На заключительном этапе педагог помогает обучающимся осмыслить опыт, сформулировать выводы и предложения. Очень важно организовать на данном этапе рефлексию. Учащиеся делают выводы, чему они научились и чего достигли. Педагог в процессе заключительного этапа выслушивает мнения обучающихся, тем самым вовлекает их в процесс содержательной дискуссии, при этом подводит итоги и раскрывает свою точку зрения по исследуемой проблеме, но не навязывая ее. На данном этапе проводится оценка выполненной работы и публикация результатов работы в виде веб-страниц и веб-сайтов. Любой веб-квест четко структурирован. Комарова предлагает следующую структуру веб-квеста. Процесс создания веб-квеста включает в себя следующие этапы по доджу. Первый – подбор темы, подходящей для веб-квеста. Второй – выбор задания, составление текста задания, определение и описание ролей для учащихся. Заполнение матрицы выбора критериев для оценки педагогов. Четвертое – подбор ссылок в интернет-ресурсах, которые необходимы для выполнения заданий. Пятое – завершать веб-квест, рекомендуется написанием введения и заключения. И шестое – дизайн веб-квеста, возможность использовать готовые шаблоны, размещенные в интернете. При использовании данного вида ученического исследования необходимо помнить, что не все темы могут быть изучены при помощи веб-квеста. Он не пригоден для изучения фактической информации, таблиц химических элементов, физических величин, грамматических правил. При изучении тем, которые требуют от детей творчества и различных возможных решений – одной проблемы.